Специалисты Государственного национального природного парка Кокшитау, который располагается на территории сразу двух областей, Акмолинской и Североказахстанской, всю зиму спасали животных от голода. Работы по аэрации водоемов и прикорме лесных обитателей продолжаются и сейчас, пока не сойдет снег и не растает лед на водоемах. Всего на природозащитные мероприятия и сохранение животного разнообразия в нацпарке в зимний период выделено 6 миллионов тенге. Саулий Кусаинова продолжит тему. Кислород рыбам. Вода из лунки перекачивается на водяную дорожку, по пути насыщается кислородом и в итоге снова попадает в озеро. Так сотрудники национального природного парка каждый день спасают рыбу в водоеме. Озеро Лобановское стало любимым местом рыбаков и туристов из Кокшитау, Астаны, Петропавловска. Последние три года водоем активно зарыбляли, а чтобы новые жители подо льдом не погибали, проводится аэрация. С рыбоводного центра, с зеренды было много завезено сигалетки карпа, с озера Якши мы завезли, во время икромета горова, несколько автоцистерн окуня. В 2014 году за счет любительской рыбалки мы заработали 108 тысяч, делаем световые полосы. Световые полосы это за счет солнечных лучей, которые в марте месяце уже лёд стареет и проникновение трещины появляется. И появляется уже больше попадает воздуха для рыбы. А вот лесных жителей зимой нужно подкармливать. Ейгер чаще может добраться только на снегоходе или тракторе. Охотовед Владимир Галкин показывает, на снегу можно прочесть, кто протарил дорогу кормушки с вениками и солью. Вот лёгкой поступью прошла косуля, пробежал олень, грудью пробил сугроб кабан. Кормим зерном, вывозим, чтобы для того, чтобы кабан у нас больше развёлся, и большие снега сюда подходят. И олени, козы также зерно едят. Весь этот корм мы заготавливаем летом, чтобы приготовить, как на зиму заготавливаем, чтобы кормить эту дичь, чтобы у нас падежа не было, чтобы дичь больше росла и была в силе, чтобы зиму эту перезимовать. В прошлом году на биотехнические мероприятия в Национальном парке Кокшета потратили более 6 миллионов тенге, а в доход государства за пользование животным миром поступили более 8 миллионов. Сауле Кусейнова, Анатолий Поляны, Североказахстанская область.